Участники территориального совета молодежи «Завидное» начали реализацию проекта «Школа начинающего аниматора». Наставники, имеющие большой опыт в плане проведения детских мероприятий, готовы поделиться секретами мастерства со всеми желающими. Кто пришел на первый урок и какова главная цель этих занятий в нашем сюжете. Традиционно любое открытие, а тем более открытие целой школы начинающего аниматора, начинается с торжественного разрезания красной ленточки. Эту почетную обязанность предоставили директору 10-й школы Вере Калмыковой. За большим столом собрались учащиеся 9-11 классов видновских школ. Учеников пока мало, но и занятия-то вводные, ознакомительные. Веселье – дело серьезное. Главный спикер – участник территориального совета молодежи «Завидное» Захар Морозов, за плечами которого десятки праздников, которые он проводил в качестве аниматора. Если вы одели костюм, не важно, Дед Мороз, Снегурочка, Баба Лега, не важно, вы все, жили с кровью. 10-я видновская среднеобразовательная школа уже давно является не только учебным заведением, но и своеобразным культурным и административным центром микрорайона «Завидное». Она часто становится креативной площадкой для проектов территориального совета молодежи «Завидное». Мы сами, школа, заинтересованы в подобном взаимодействии. Поясню почему. Дети, видя пример старших товарищей, именно не взрослых, а старших товарищей, они видят, к чему стремиться. Это тот положительный пример, ориентир, на который мы нацеливаем наших обучающихся. В минувшем году участники территориальных советов молодежи начали активно развивать формат, придуманный клоуном «Алексом». Наш двор – так называются игровые программы для детей и взрослых, которые проводятся на территории Ленинского района. В будущем году таких интерактивных площадок планируется проводить больше. И мы решили, что надо приобщать молодежь к ведению праздников. И, так сказать, решили обучить их, как правильно вести. И им это пригодится в жизни перед выступлениями, как ораторской ресурс. Действительно, создатели школы начинающего аниматора считают, что навыки, которые учащиеся приобретут в процессе занятий, помогут им и в обычной жизни – при сдаче экзаменов, при выступлениях на сцене. Проверка полученных знаний тут же, с учениками младших классов. Впрочем, многие смогут это сделать даже дома. Я пришла, потому что мне нравятся дети, у меня и дома много детей, и вообще меня, в принципе, окружает много детей. Ну и мне нравится с ними проводить время. Вот. А много детей – это что значит дома? У нас трое. Маленьких, совсем маленьких. Ясно. Приходится как бы... Да, приходится веселиться каждый день. Даже если, на самом деле, совсем не весело. В России 2018-й объявлен годом добровольца и волонтера. Это еще один повод привлекать в ряды молодых людей, готовых потратить свое личное время с общественной пользой. Кстати, каждый выпускник школы получит волонтерскую книжку, куда будут заноситься его добрые дела. То есть и здесь все максимально серьезно. А уже весной мы увидим этих ребят в деле на игровых площадках Ленинского района. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.